Люди ведь живут стереотипами. Им кажется, что перед красавицами открываются двери все. Слишком скучно живешь. У тебя есть титул, у тебя есть история за плечами, как ты говоришь. Уже пора открывать выставку древности и меня оставлять как основной экспонат. Приходилось ли тебе когда-нибудь пользоваться своим служебным положением? Это действительно очень важно с той точки зрения, что они мне доверяют, они понимают, что я их друг, я на их стороне всегда. Какие еще дальше вершины и достижения у тебя где-то есть в планах? Котенка из подворотни какого-то грязного спасти, вылечить и найти ему дом, пристроить. Здравствуйте, уважаемые зрители. Это программа «Крупным планом». Меня зовут Инесса Буланкова. И мы продолжаем знакомить вас с успешными и знаменитыми, с людьми, которые лично нас вдохновляют своими действиями, поступками, мыслями. Сегодня у нас есть возможность познакомиться с заслуженной красавицей Беларуси. Я свой собственный титул придумала. С пресс-секретарем, преподавателем и популяризатором бега. Ольга Хиженкова у нас в стыдии. Олечка, здравствуй. Спасибо тебе за эту встречу. И я не буду оригинальной, я спрошу тебя вот о чем. Это самое событие, триумфальное событие в твоей жизни, знаковое событие, это победа на национальном конкурсе, участие в мировом конкурсе красоты. Оно было вроде бы далеко уже, за плечами, 10 лет прошло все-таки, но оно было, мне кажется, полезно абсолютно всем, в том числе тебе. Немного посмотреть на себя с другой стороны, да, плюс прошло времени уже 10 лет, как я отметила, и этот отрезок, этот период, он тоже был дан для того, чтобы ты какие-то итоги подвела. Да. Насколько грамотно тебе удалось распределить вот все твои возможности, которые, безусловно, открылись после конкурса, да, и люди ведь живут стереотипами, им кажется, что перед красавицами открываются двери все. Существуют ли те двери, в которые ты до сих пор стучишься, но вот никак пока не пробиться? Давай по порядку. Ну, на самом деле, действительно, давно очень было это событие, и мне кажется, что меня уже, когда представляют как мисс Беларусь 2008 года, то уже пора открывать выставку древности и меня выставлять как основной экспонат. Вот, но на самом деле это было хорошее событие, я рада, что оно было в моей жизни, оно действительно мне во многом помогло, вот, но я не устану повторять, и не только моим воспитанникам в национальной школе красоты, конкурсанткам, потенциальным участницам национальных конкурсов красоты, либо международных конкурсов красоты, что красота — это не профессия. И на самом деле нужно быть еще кем-то, кроме как просто красивой картинкой с обложкой. Нужно быть личностью. Безусловно. И, допустим, я первым делом, когда изучаю биографии, будучи в жюри международного или национального конкурса красоты, обычно изучаю биографии участниц для того, чтобы понимать, что они еще из себя представляют. Потому что, безусловно, первое впечатление можно произвести своей внешностью, но за ней должна стоять еще какая-то история. Что касается меня, то, наверное, мне... Я вообще счастливый человек по жизни. Наверное, я не занималась ни одного дня своим нелюбимым каким-то делом. Я нахожу реализацию своим возможностям, своему образованию в сферах, которые меня, наверное, сами находят. Свою профессию журналиста я реализовываю в футбольном клубе, в котором работаю при сташе. Свои навыки и опыт, полученные в ходе конкурсов красоты. Я передаю детям в национальной школе красоты. И, насколько я знаю, это была маленькая мечта поработать преподавателем. Да, это в гипертрофированной форме действительно реализовавшаяся мечта детства. Я усаживала перед собой в детстве все свои мягкие игрушки и учила их жизни. Но сейчас я преподаю дефиле в национальной школе красоты подросткам. Моя возрастная категория – это от 12 до 15 лет. Также я снимаюсь еще для некоторых брендов. И на самом деле рада, что у меня есть работа, на которую я иду всегда с удовольствием. И не превознимогаю себя, по крайней мере. А есть то, что до сих пор не поддается, несмотря на то, что у тебя есть история за плечами, как ты говоришь? У тебя уже опыт огромный? Нет, на самом деле я не могу сказать того, что я прям о чем-то бы мечтала и что-то не сбылось. Я давно уже поняла, что не стоит ничего ждать. Если ты чего-то хочешь, просто делай, иди навстречу своей мечте. Конечно, мечтать – это очень хорошо, но все-таки мечта, которая реализовалась за счет какой-то удачи, какого-то мгновения, она не будет приносить такого удовлетворения, она не будет приносить тебе того счастья, которое будет приносить мечта, реализованная за счет твоих собственных усилий. Оль, ну а скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе когда-нибудь пользоваться своим служебным положением, как я это называю? Давай смодулируем такую ситуацию, где по-другому никак, кроме как заявить о том, кто ты есть. То есть нужно взять и напомнить о своих заслугах перед Отечеством. Правда, никогда не было у меня, слава богу, не было таких жизненных ситуаций. Возможно, у меня люди какие-то очень добрые в жизни встречаются, но абсолютно, то есть я пытаюсь даже вспомнить какие-то бытовые ситуации, но нет, наверное, такого никогда не было. Наверное, может быть, у нас в Беларуси живут какие-то очень добрые, отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь в какой-то момент, когда она необходима. Поэтому, может быть, в этом я никогда и не нуждалась, какой-то такой помощи. Ну а преподавая в Национальной школе красоты, я уже поняла, что ты девочкам, конечно же, внушаешь то, что и профессия важна, и личность на первом месте. Как им объяснить? Ну понятно, что приходя туда, они уже понимают, что они красивые. Не все, далеко не все, не всегда. А как им это объяснить? И опять же, такой попутный вопрос, как тебе удается, кто тебе помогает или что тебе помогает? Помогает, а ощущать себя красивой, не ориентируясь на кого-то? Ну, наверное, мне просто с ними общаться, пройдя через свои комплексы подростковые. Потому что я всегда на уроке физкультуры стояла первая в шеренге. У меня была всегда просто масса комплексов. Я знаю, что это такое, в себя не верить, и что это приходит не из ниоткуда. Ну, достаточно иногда какого-то слова неосторожного, стороны подростков, они достаточно жестоки, для того, чтобы в душе поселился червь сомнения, что я хуже всех и так далее. Ну, это действительно очень важно с той точки зрения, что просто-напросто мешает нам, мешает тем девочкам. У меня, ну, так случилось, я всегда, мне, наверное, тоже посчастливилось встретить людей в жизни, руководителя маломодельного агентства, в который меня поверил, привел меня, увидела вокруг себя таких же, таких же похожих на меня высоких, нескладных, худых подростков, и поняла, что действительно нужно себя принимать такое. И уже, наверное, годам 20 я понимала, что я благодарна своей внешности, которые помогли мне добиться чего-то конкретного. И я научила себя принимать, и как бы с этой внешностью жить. Хотя рост метр восемь шесть, ну, поверь, это действительно сложно. С этим нужно просто научиться жить. Наверное, меня поймут только люди с ростом метр пятьдесят, которые тоже понимают, что это тоже, ну, две крайности, да? Ну, это действительно тот, кто повыше мечтает быть более миниатюрным, а тот, кто миниатюрнее над природой, мечтает добавить несколько сантиметров к своему росту. Что касается моих воспитанниц, то я всегда с ними разговариваю, и у нас вообще национальная школа красоты. Мы далеки от параметров модельных, да? И мы стремимся как раз-таки привить любовь к себе и своему естеству, да? Я всегда говорю своим воспитанницам и учу их в первую очередь быть естественными, да? Конечно же, это элементарная гигиена, уход за собой. Национальная школа красоты их учат и расчесываться, и причесываться, и ухаживать за своей кожей. Они учатся правильные походки, фотопластики, умение позировать перед камерой. У них есть этикет. То есть это такое стороннее образование для девочки, которое поможет им в жизни. Потому что общество диктует нам свои условия, нам нужно с ним считаться, нам нужно жить в этом социуме и так далее. И, конечно же, они ко мне прислушиваются. Я очень благодарна им за то, что они просят у меня советы. Они мне доверяют, они понимают, что я их друг, я на их стороне всегда. И, конечно, они иногда приходят с каким-то огромным количеством комплексов, абсолютно необоснованных. Мы живем в век стереотипов, и они очень ведутся на эти стереотипы. У них свои герои, которые героями не являются на самом деле. И они пытаются быть на кого-то похожими, что хуже всего. Я всегда им говорю, что вы должны быть самими собой. В первую очередь вы должны сделать так, чтобы на вас захотели равняться, а не вам на кого-то равняться. Вот действительно быть кем-то, а не подражать кому-то. Оленька, я тут вычитала, что ты одна из немногих мисс в мире, которые удалось покорить такую вершину. Пробежать качественный, полноценный марафон. Еще и с хорошим временем. Еще и самый красивый марафон. Расскажи, пожалуйста, эти ощущения. Ощущения от победы над собой где-то даже, да? И какие еще дальше вершины и достижения у тебя где-то есть в планах? Я уверена, что девушка-то целеустремленная, и там хватает в этом списке. Да, на самом деле это одно из тех желаний, которые возможно было реализовать только за счет собственных усилий. И этот марафон я задумала еще 8 лет назад. И я очень долго собиралась с мыслями о том, что его нужно пробежать, но это же нужна соответствующая подготовка. И я так долго думала. Я, конечно, за это время пробежала очень много полумарафонов. Бегаю я давно и много, но я понимала, что подготовка к марафону это как минимум в 2 или в 3 раза больше потребует подготовки. А на подготовку понадобилось всего лишь каких-то 8 месяцев. То есть нужно было собираться с мыслями 8 лет, а на подготовку 8 месяцев. Но я готовилась, конечно же, с тренером. Я понимала, что серьезная работа. Я хочу полноценное житие, хочу путешествовать, радоваться жизни. Не хочу, чтобы из-за некачественной и неправильной подготовки пострадало моё здоровье. Поэтому я изначально нашла тренера, который для меня являлся авторитетом. Потому что это тоже очень важно в подготовительном процессе. Я найду сама для себя миллион причин для того, чтобы не пойти на какую-то тренировку. Поэтому очень важна личность тренера, который скажет мне... Которому я не смогу написать. Знаете, я слишком устала после тренировки. Которую в любом состоянии. Ты идешь, ее отрабатываешь. Но опять же, и бег – это тоже занятие, которое тоже я очень люблю. Поэтому тоже не превознемогала себя ни одного дня. Я люблю все тренировки. И поэтому марафон мне дался просто невероятно легко. Я все же ждала, когда будет сложно. Но его не случилось с тренером. Мне говорят, ты просто все отработала. Ты все сделала правильно. Ты сделала все заранее. Поэтому тебе так легко получилось. А еще я сейчас увлеклась триатлоном. Ну как увлеклась? Я начала тренировки. У нас в Минске будет в следующем году старт организовывать. Как раз таки первый спринт, который будет организован. Одна восьмая Ironman. И я хочу попробовать все-таки как-то разнообразить. Бег – это очень здорово. Но еще прибавить велосипед и плавание. Но спринт, небольшие дистанции совершенно. Они не будут требовать какой-то зверской подготовки. Все равно бег будет оставаться моей основной дисциплиной. Я вообще заметила, что ты девушка довольно скромная и спокойная. Я спокойная, да. Я очень спокойная. Это все из семьи идет, да? Ну, наверное, да. А девушка сегодня должна быть как раз скромной и спокойной? Или сегодня надо быть действительно напористой, пробивной? Меня всегда отталкивали сверхуверенные в себе люди. И я боюсь иногда быть похожей на кого-то. Нет, безусловно, в компании друзей, моих коллег я могу быть разной. Я могу быть веселой. Я могу быть непосредственной, позволять себе лишние какие-то очень личные шутки. Переходить, может быть, где-то грань и так далее. Какой был твой самый сумасшедший поступок? Вот, к примеру. Абсолютно, Инесса. Их нет. Я очень рациональный человек. Я очень рациональный, скучный человек. Как ты сказал один мой знакомый, Оля, ты слишком скучно живешь. Ну, я-то так и не считаю. Какая родная человек, который слишком скучно живет. От скучной жизни. Ну, я просто, я люблю, по крайней мере, планировать свое время, свой день, свой год и так далее. Безусловно, я знаю, что это смешно, и все равно так, как я запланировала, не будет. Но, по крайней мере, мне нужно понимать, чувствовать свой график. Оля, а что тебе дает выплеск эмоций? Ну, помимо бега, понятно, что это определенный адреналин, да? Какая еще ситуация может заставить тебя рассмеяться до слез или, наоборот, расплакаться? Ну, я, в принципе, очень сентиментальный человек. У меня очень развитая эмпатия. И я понимаю, что умение сопереживать, оно абсолютно пропорционально умение радоваться далеко не своим успехам, не окружающих, друзей и так далее. И мне кажется, что вот эта эмоциональность, она, в принципе, мне очень в жизни помогает. И я могу расплакаться в самом неподходящем месте и ненавидеть себя за это, потому что это неуместно, жутко. То есть это как от радости, так и от какой-то обиды относительно себя, к несправедливости и к окружающим. У меня вот это качество, которое я в себе ненавижу, но не могу никак с этим бороться. А вообще, на самом деле, я черпаю вдохновение, наверное, из общения с своими друзьями, общения с моими родителями, которые живут в Витебской области. Это для меня обязательное, к посещению раз в месяц, как минимум, поездка к родителям, потому что родительский дом для меня это место силы, и я черпаю оттуда. То есть мне путешествия нужны для вдохновения, а родной дом для наполнения, то есть для какого-то обнуления и исцеления чего-то большего души. У меня есть дети, которые меня постоянно подпитывают на самой школе красоты. Очень много всего, наверное, вокруг, что мне помогает быть продуктивной на работе, в семье и так далее. Ты как-то написала в своем инстаграме о том, что при очередном выпуске своих птенчиков Ты написала «Благодарю небеса за этих людей, которые мне дают больше, чем я». Действительно. «Поэтому счастье для меня будет нужным». Да. А вот скажи, пожалуйста, что в тебе действительно кардинально изменилось с работой с молодежью, да? Что осталось неизменным? И какие еще слагаемые счастья? Ну, на самом деле, действительно, очень много я пересмотрела, работая с подростками. Я всегда считала, что новое поколение, оно какое-то потерянное поколение. Почему так все считают? Почему-то все так считают? Последующие поколения все воспринимают как потеряно. Я могу сказать на своем личном примере, но вряд ли это совпадение, потому что я уже работаю с подростками не первый год. И я понимаю, что они наоборот. Ну, то есть, понятное дело, в любое время есть разные, с разным настроением и отношением к жизни люди. Правильно? Кто-то более серьезен, кто-то менее серьезен. И в наше время они были разные совершенно люди. Но я понимаю, что сейчас подростки, с которыми я работаю, которые находятся вокруг нас, они знают больше. Они знают больше. Они интересуются больше. Они порой меня удивляют своими какими-то ответами, глубиной познания каких-то политических процессов, экономических процессов. в стране и так далее. То есть, они интересуются очень многим. Возможно, это возможности, какие-то другие технологии и так далее. Но у них очень хороший кругозор. Они понимают ценность образования. У них достаточно серьезные и правильные амбиции. Ну, я думаю, что это далеко не потерянное поколение. И они лучше нас, мне кажется. А что в тебе меняется в общении с ними? Во мне, в принципе, я иногда выхожу... У меня две работы. Когда я совмещаю, я выхожу с работы из офиса футбольного клуба, иду на работу в Национальную школу красоты к детям. И порой после какого-то сложного дня я не представляю, как мне с ними в принципе общаться. У меня нет сил сказать на проходной охраннику до свидания. И понимаю, что мне нужно там три с половиной часа работать с подростками. Но уже через пять минут я абсолютно обновленная. У нас занятия начинаются с объятий. Не потому, что я так сказала, у нас такое так заведено. Нет, это все как бы естественный процесс. Они видят меня, они идут меня обнимать. Я их обнимаю. Мы интересуемся, как у нас дела. Они у меня, я у них. Вот, и у нас начинается работа. И вот после этого у меня, ну, это же мое состояние, оно меняется. Вот. Почему я становлюсь лучше с ними? Ну, наверное, в силу того, что, ну, пока у меня нет детей, да, пока в семье у меня нет детей, но это пока. Вот. Они мне вот возмещают то, наверное, тепло, которое я готова уже, как бы отдавать. И я за это им очень благодарна. Они меня действительно слушают. Они интересуются, они считаются с моим мнением, советуются со мной во многим. И я, ну, действительно чувствую себя нужной. Я понимаю, что я могу их защитить от многих ошибок. Ну, по крайней мере, у меня есть такая возможность. Я надеюсь, что у меня это получается. А что тебе еще позволяет чувствовать себя счастливой? Чувствовать себя нужным для меня, это всегда было очень важно. Меня позволяет чувствовать счастливой. Мне всегда было, мне казалось, что очень скучно жить просто для себя. Вот это для меня, вот это очень важная, наверное, мысль, которую я вынесла не так давно для себя. В принципе, жить для себя просто. Я себя не разделяю с моими друзьями, родными и близкими. Но мне просто скучно жить в соответствии со своими потребностями. Для меня очень важно передавать свои умения и знания. Для меня очень важно, не знаю, того же котенка из подворотни какого-то грязного спасти, вылечить и найти ему пристроить, найти ему дом пристроить. Ну, не знаю, в каких-то разных совершенно аспектах жизни. Не знаю, возле дома девушка начала клумбы разбивать весной. Я там пришла, вместе с ней мы это делали. То есть, ну, очень важно быть этой частью чего-то большего, чем твоя какая-то локальная история. Я поняла, что тебе счастье в том, чтобы отдавать и делиться в твоей истории. А скажи, пожалуйста, не единожды слышала о том, что тебя очень вдохновляет проект «Мечты сбываются», это спортивно-благотворительный проект, да? Уже насмотревшись и вот с этой потребностью отдавать. Родилась ли идея какой-то социально значимый свой проект создать? Чувствуешь ли ты в себе силы лидера повести этот проект? Или ты все же больше такой командный исполнитель и готова к сотрудничеству? Ну, на самом деле, проект «Мечты сбываются» действительно в протяжении многих лет он существует. Мы уже с ним объехали много городов и весей белорусских, и вы помогали молодым инвалидам и детям, и в дома престарелых ездили много. Я поняла, что благодаря этому проекту, наверное, я повзрослела быстрее, чем могла бы. И, наверное, благодаря этому проекту, в принципе, надо начала задумываться о таких вещах. Хотя изначально, конечно же, людям проще, ну, как помочь там материально, да, и просто оградить себя от вот этого... Личного общения? Да, от личного общения. Это действительно очень сложно, и я это понимаю, я знаю таких людей, которые помогают постоянно, но просто не готовы морально, да, вот в это все погружаться, потому что это действительно не так просто. Вот, я на самом деле не могу сказать, что я прям готова вести какой-то действительно такой социальный проект, пока я участник существующего, вот, но я понимаю, что со временем это возможно случиться, но пока вот прям каких-то фактов привести не могу. Пока я вот делаю, помогаю тем, кто ко мне обращается за помощью, я реально верю в то, что мы, ну, мы можем что-то делать, это несложно. Ну, все в наших руках, и мы действительно можем любую просьбу реализовать. Да, да, да. И просто вопрос только в нашем желании и в наших возможностях. Оль, из отдельно выдернутых фраз из твоих интервью, я то и дело замечаю фигуру речи, да, твою, например, корона была дана мне свыше, говоришь ты, небесам спасибо за этих детей, да? Да, да. Могу я тебя спросить вот о вере, я думаю, что мало кто тебя об этом спрашивает, да? Твои отношения с Богом в плане, как ты ощущаешь, поддерживают ли тебя свыше, да? Я верующий человек, я верю в Бога, я верю в то, что Бог вершит мою судьбу, и я верю, что все испытания, которые мы получаем, это тоже свыше. Вот, и поэтому хочется принимать эти испытания, и иногда, конечно же, убеждаешься в том, что даже какие-то негативные, может быть, в жизни события, они приводят к нас к тому, что мы становимся богаче, мудрее, эти какие-то вещи нас многому учат и так далее. Вот, поэтому, конечно же, я верующий человек, и я думаю, что, конечно же, Бог меня ведет по жизни. А о вере с детьми в Национальной школе красоты вы разговариваете или вы это обходите? Нет, на самом деле я никогда не говорила на эту тему с детьми, наверное, потому что они не спрашивали никогда у меня ничего. Я как-то пытаюсь объяснять всегда все-таки с точки зрения, опять же, ценностей библейских, но переводя это на какой-то современный язык, да, общение, чтобы они меня просто лучше понимали, не цитирую из Евангелия, да, какие-то чтения, а перевожу это в какие-то обыденные вещи, которые они поймут, которые до них будут понятны, которые будут им объяснять мои ценности жизни, вот, и, возможно, так меня услышат, лучше прислушают. Оленька, есть у нас также финальный вопрос в программе, мы его задаем всем. Он тоже связан с Богом, конечно, потому что каждому из нас, как ни крути, любому человеку есть за что поблагодарить Бога, да? Конечно. Вот за что больше всего в жизни ты на сегодняшний день благодарна Богу? За счастье, за то, что я живу, за то, что живы и здоровы мои близкие, и я в своё время поняла, что моё счастье, наверное, тоже в здоровье и благосостоянии, благосостояние я имею в виду не материальном, конечно же, а просто в, наверное, состоянии души это имеется в виду, в том, что они живы, они счастливы, они здоровы, они есть, они меня ждут, они мне рады, и я им тоже. Спасибо тебе огромное.